Итоги тарифной кампании за прошедший год подвели в Иванове. В нашем регионе с 1 июля ожидается рост тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, поставки природного газа и электроэнергии. Отметим, что поправки в тарифы были внесены в прошлом году, и общемировая российская ситуация в экономике пока не повлияла на их стремительный рост. Следует отметить, что на уровень тарифов коммунального комплекса в первую очередь оказывает влияние техническое состояние материальной базы отрасли и фактические действия по ее технологическому перевооружению. То есть реализация инвестиционных программ. Важным вопросом для всех горожан является контроль за потреблением коммунальных услуг на общедомовые нужды. На данный момент таких тарифов не существует, и идет их разработка с учетом всех возможных рисков для потребителей. Одна из причин, по которой мы не ввели нормативы методом аналогов, они ведь включают фактическое потребление ресурса на общедомовые нужды. В том числе и несвоевременное снятие показаний приборов учета и несанкционированное потребление. Больной темой для многих горожан является и перепрограммирование двухтарифных счетчиков электроэнергии. По словам специалистов, делать этого специально не стоит. Лучше дождаться плановой поверки счетчика, чтобы не потерять лишние деньги. Во всей Российской Федерации мы единственный субъект, в котором льгота распространялась с ночного тарифа, в том числе на праздничные и выходные дни. И поэтому для всей страны достаточно безболезненно прошел перевод на один час. И, соответственно, конечно, тут просто, наверное, некоторые субъекты предпринимательства хотели заработать на этом деньги, на переводе приборов учета. Поэтому такое постановление правительства Российской Федерации вышло. Тарифные льготы для двухтарифных счетчиков в Ивановской области не отменялись и продолжают существовать для всех потребителей, установивших такие счетчики до 24 декабря прошлого года. Александр Руденко, Денис Денисов, РТВ Иванова.